Что ожидал Иисус Христос людям? Люди после того, что сделал Христос, остались смертными, страстными и тленными. Как отразился тогда подвиг Христа на человечестве? Отвечает Алексей Ильич Осипов, русский православный богослов, педагог и публицист, доктор богословия, заслуженный профессор Московской Духовной Академии, апологет, проповедник, православный катехизатор. Мы через это получили, наконец, возможность того обновления, которое было невозможно до жертвы Христа. И это происходит через покаяние, через веру, через крещение, через приобщение к Церкви. Речь идет исключительно о внутреннем, духовном состоянии человека, а вовсе не о внешней стороне жизни. Внешняя сторона жизни как была, так и будет всю историю до скончания века. Какая это будет история человечества? Как хорошо сказал Фром, история человечества наполнена кровью. Надо прибавить кровью, страданиями, жестокостью, несправедливостью. Так и будет. Христос пришел не ради внешнего изменения жизни человечества. Тогда бы Он пришел земным царем и все бы сделал. Нет, Он пришел исцелить саму душу человеческую. Самую суть ее, потому что незыблем закон, дух творит себе формы. Смотрите всю историю. Что происходит? Только знаем, войны, революции, насилие, перевороты, перестройки. Все делаем лучше, лучше и лучше. У Тургенева в записках охотника есть замечательная фраза. Все лучше и лучше, и наша лодка торжественно пошла ко дну. Не о внешней форме жизни речь то идет, а о духовном изменении человека. Говорит святитель Иоанн Златоуст. Мы не в состоянии достойно возблагодарить Господа. Но наш долг приносить посильную благодарность и непрестанно прославлять Господа словом и добродетельной жизнью. Говорит преподобный Ефрем Сирин. Здесь, в этой жизни, время покаяния. В той жизни, время суда. Здесь слезы принимаются. Там суровое наказание и расспрос. Субтитры создавал DimaTorzok